Традиционно выпуск начинаем обзором событий с востока Украины. Первая у нас на очереди Луганская область. Все новости последние дни мы оттуда узнаем от Ирины Баглай. Так будет и сейчас она на связи со студией. Ира, как область прожила сегодняшний день? Что тревожит людей? Добрый вечер, Алексей. В Луганском регионе сегодня относительное затишье. Хотя и были похищения и угоны автомобилей. В Стаханове вооруженные люди забрали местного жителя просто из его дома и угнали его автомобиль. И у нас появилась информация, что из 20 похищенных в воскресенье вооруженных болотовцами студентов нигерийцев, трое до сегодняшнего дня были в плену. И лишь час назад их избитыми, как сообщает наш источник, отпустили из здания СБУ. Что хочу отметить, мы узнавали о судьбе захваченных у руководства так называемой ЛНР. И еще днем они ответили, что сами не знают, скольких студентов отпустили, а кто по-прежнему в стенах захваченного здания СБУ. Также сегодня в самом Луганске такие же автоматчики зашли на территорию предприятия спецавтобаза и забрали три автомобиля. Что хочется отметить, это реакцию на происходящее местных жителей. Буквально вчера в городе Антрацити прошел съезд местных делегатов. И там уже вслух высказали недовольство тем, что творит лидер так называемой ЛНР Валерий Болотов. Его приглашали на встречу, но он не приехал. Главные претензии это мародерство. Все происходящее в Луганском регионе на этой встрече назвали беспределом. И еще важное, люди, захватившие СБУ, это далеко не весь Луганск. Кто же нами руководит, и даже люди не знают. Я задаю сам себе вопрос этому залу, да кто же нами руководит, откуда взялись эти люди, скажем, которые решили, что они могут править всем. Все сами видят, какой беспредел творится. Я не буду здесь рассказывать о том, сколько городов занято и что на двух третях гуляют здесь непонятно кто по нашей территории, скажем так. И никто ничего не предпринимает. Спасибо, коллега.